Здесь ты либо герой, либо трус. Да я вообще не могу спокойно жить, если я не буду им помогать. Все они прекрасно понимают. Просто принимать это не хотят. А здесь правда настоящая. Господь с нами. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне хотелось бы узнать, с чего началась ваша вообще гуманитарная миссия и сопричастность к событиям, происходящим сейчас в зоне специальной военной операции? Ну тогда я скажу сначала, расскажу, как это было. У нас с Дмитрием Вадимовичем Харатьяном, мой супруг, есть детская театральная студия школы Гардемаринов, которой занимаются дети. И одним из учеников нашей школы был Богумир Назыров. Брат Андрея Назырова, героя, к сожалению, погибшего в первые дни СВО. И в честь него его отец, Роман Назыров, создал благотворительный фонд, который называется «Восход надежды». И с этим благотворительным фондом, вместе с Романом и с его ребятами-волонтерами, я приняла решение для себя ездить и помогать ребятам на фронте. Это Андрея, вот такая, ну я не знаю, что ли, ну не благодаря Андрею, наверное, вот его подвиг, его безвременная гибель сподвигла меня на то, чтобы заняться этим благородным делом. А вот помните свою первую поездку? И какие вообще были впечатления? Ну, первая поездка у меня была, по-моему, вот примерно в эти места. И, конечно, впечатления у меня были, ну не то чтобы удручающие, они были, я была просто шокирована от масштабов происходящего, от ужаса. И я потом от этой поездки достаточно долго отходила. Я плакала, признаюсь, дома. Я практически несколько дней ни с кем не разговаривала. Всё это внутри были у меня переживания. Я должна была это всё как-то сформулировать для себя, осмыслить, переосмыслить свою жизнь в какой-то степени. И, конечно, это очень страшно. И я не представляю, как мирные жители могли столько лет жить в таком ужасе, в таком диком страхе и в такой невероятной опасности. И я считаю, что начало нашей специальной военной операции положит этому конец. Рано или поздно. Как отнеслись родные, близкие к вашему такому, я бы сказал, столь, наверное, резкому решению посетить зону специальной военной операции? Ну, вы знаете, у нас семья вообще вся такая патриотическая. Патриотическая. Дмитрий Вадимович, наверняка вы знаете, он вместе с Ютой на канале «Россия» ведёт патриотическую передачу о героях и своих простых людях, о волонтёрах, о медиках, о тех, кто спасает животных. Передача называется «Наши». То есть Дима на своём фронте, так сказать, работы. А я, ну, просто я не могу по-другому. Я родилась в Приднестровье, и у нас, конечно, не такого масштаба был конфликт, но тем не менее он был. И я прекрасно понимаю, о чём речь. И тоже там стоял вопрос о защите русского населения. И до сих пор там есть проблема, мы все об этом знаем. И поэтому принять участие в помощи ребятам, которые в этой помощи порой нуждаются. Да я вообще не могу, как бы, спокойно жить, если я не буду им помогать. Понимаете? Но это, ну, у нас, особенно у нас, у женщин, большое сердце. Понимаете? И нашей любви, нашей заботы, нашего внимания хватит на всех. Поэтому я не могу спокойно находиться дома. Я должна быть здесь, я должна ездить. Каждую поездку мы закупаем с Дмитрием Вадимовичем, со школой Гардемарины нашей с родителями. Гуманитарный груз, который необходим ребятам. Мы это всё грузим на машины. И вместе с фондом «Восход надежды» мы мчим сюда при первой же возможности. А чувствуется та благодарность от бойцов, когда вы им оказываете эту помощь? Вот я эту благодарность чувствую, когда я приезжаю. У меня вот даже в группе нашей, так сказать, волонтёрской, мне дали прозвище «Марина Владимировна, гусь, обнимусь». Почему? Ну, потому что я их всех обнимаю. Я это делаю с огромным удовольствием. И вот та отдача, когда они меня обнимают, вот для меня это самое важное и самое ценное. Вот те объятия от ребят, когда я их обнимаю по-матерински, по-сестрински, и вот я чувствую, что им это нужно. Но, может быть, мне иногда кажется, что не столько, я не знаю, эти вкусняшки, какие мы им возим, там ещё какие-то там предметы, одежды, там ещё что-то. А вот те тёплые объятия человеческие, женские, которые им наверняка там не хватает. У всех мамы, у всех сёстры, жёны, дочери, понимаете? И я считаю, что вот это такая моя микромиссия, обнять каждого при встрече, сказать добрые слова, и сказать, что всё будет хорошо, и что мы их очень-очень ждём дома. Вы сказали, после первой поездки пришлось многое переосмыслить. А что конкретно? Ну, потому что я, вот, я поняла, что я живу в двух разных мирах. Один мир — это там, Москва, да, где жизнь бурлит, кипит, и войны там, конечно, не ощущаешь, и другая жизнь здесь. И вот для меня вот здесь она, ну, не знаю, может, я неправильную вещь скажу, но она здесь более настоящая. А в чём это чувствуется? А здесь нет ничего на нас нова, понимаете? Здесь ты либо герой, либо трус. Либо ты умрёшь за своего товарища, погибнешь. Либо ты, как их называют, пятисотые, да? Дезертиры. Дезертиры. Либо ты дезертиры. Вот здесь проявляются все наши человеческие качества. И я надеюсь, что, несмотря на все ужасы войны, несмотря на все испытания, которые ребята испытывают здесь вот, да, они все становятся чище, лучше, человечнее. Вот они настоящие. Вот все говорят, вот здесь настоящие герои. Они люди настоящие, понимаете? И вот когда с ними говоришь, ты понимаешь, что твоя жизнь по сравнению с их жизнью, ну, какая-то мелкая. А здесь правда настоящая. Здесь настоящие мужские качества. Я на каждого смотрю как, ну, не то что на героя, как на небожителя. Для меня это тот герой, который я читала в книжках в школе, понимаете? Или смотрела на экранах кинотеатра или телевизора. И я так рада, я так счастлива, что у нас такие мужчины, вот, которым не только я горжусь, я преклоняюсь перед их мужеством, перед их подвигами. Это наше будущее на самом деле. И слава богу, что у нас есть такие ребята. Потому что нам, наше поколение, молодое поколение, нужно ставить, так сказать, на правильное место. Потому что за многие годы разрушения нашей страны, наши ценности, ценности нашей молодежи были утеряны. И сейчас это надо все восстанавливать. Надо воспитывать. А воспитывать на ком? На тех примерах, которые сейчас на передовой. Вот мы говорим о молодежи. Но и среди взрослого поколения есть люди, которые зачастую не понимают до сих пор того, что происходит. Может быть, среди ваших коллег, может быть, среди ваших друзей, товарищей, знакомых встречались люди, которые, наверное, не понимают, что происходит. И вам, может быть, приходилось отстаивать свою точку зрения. Все они прекрасно понимают. Просто принимать это не хотят. В нашем близком окружении таких нету. Слава богу. Значит, у нас правильный круг друзей. Но знакомые, единичные вот такие случаи есть. Но жизнь все ставит на свои места. Просто как-то наши дороги, которые были, может быть, параллельны, они просто разошлись в определенный момент. Да, рушится некогда, к примеру, бывшая дружба. У меня такое есть. У меня были друзья очень близкие на Украине, в Одессе. И в одночасье мы перестали быть близкими. Мы вообще перестали быть друг для друга. На том фоне, который сейчас происходит, вы считаете больше, что вы потеряли или вы что-то больше приобрели? Вы знаете, я вот здесь и я приобрела. Я приобрела потрясающих друзей, ребят, которые защищают честь моей страны, воинов, их командиров. Я приобрела друзей-волонтеров, которые стали мне как одна семья. А благотворительный фонд, который возглавляет Рома, ну, это то, чем сейчас я живу и чем я, так сказать, дышу. У меня теперь, вот говорю, жизнь совершенно изменилась. И все, что было там до, значит, это были не друзья. Значит, если так все быстро разрушено, значит, они не могли понять происходящее, не хотели понять происходящее, не хотели понять правды. А вот те, кто со мной сейчас рядом и с кем я рядом сейчас, они знают правду, и эту правду знаю я, и вместе мы делаем одно общее большое дело. Вы говорите, вот нашли много друзей, близких по духу, волонтеров, познакомились с Романом. А здесь удалось найти друзей? Да, у меня есть друзья, и командиры есть друзья, и мы поддерживаем связь, и если нужно, я обязательно помогаю, и с удовольствием езжу, ввожу для них тоже груз, который нужен, да, есть. У вас когда-нибудь складывалось ощущение, что вот эти вот поездки, вообще нахождение здесь, уже по возвращению, что оно тянет обратно? Конечно, это всех тянет обратно. Ну, меня тянет обратно еще ощущение, что я не зря живу, ну, если можно так сказать. Вот это, конечно, больше всего затягивает. То есть ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать, ты можешь кому-то помочь, особенно мы женщины, у нас же это в природе, да, забота о ком-то, помощь кому-то, как к своему ребенку, так и к чужому ребенку. У чужих людей, чужих детей у хорошей матери не бывает. И вот я к ребятам отношусь как к своим детям, ну, грубо говоря, да. И если ты ощущаешь, что ты им нужен, ну, как ты их бросишь? Нет. Если они просят о помощи, разве ты не поможешь? Конечно, поможешь. Приедешь и не один раз, и будешь постоянно сюда возвращаться, и ездить, и делать все возможное, чтобы облегчить им их службу. Конечно, хочется обратно. Вот побольше бы хотелось раскрыть школу Гардемаринов, да? Да, это называется Центр творческого развития и патриотического воспитания школы Гардемаринов. То есть мы не только занимаемся творчеством с ребятами, мы и... Ну, не то, что воспитываем в них патриотизм, но мы рассказываем, что это такое, преподаем им тот материал, который раскрывает любовь к родине, любовь к отечеству, к сохранению истории нашей, знания своей истории. Поэтому и спектакли мы делали исторические, делали по мотивам фильма Гардемарина «Вперед!». Это же наша русская история. И музыкальные произведения выбираем такие, чтобы поддерживать, подпитывать любовь к родине у наших маленьких учеников. Марина Владимировна, а возникала ли у вас когда-нибудь идея с коллективом посетить зону специальной военной операции, может быть, выступить для солдат? Да легко, как бы не вопрос, но детей сюда сейчас не пустят. А с Дмитрием Вадимовичем мы с ним ездили на… Когда началось СВО, это был июнь месяц, мы… Дмитрий Вадимович приезжал в День медика, был такой концерт, он должен был выступать в Макеевке, но тогда чуть-чуть было какое-то обострение, и он просто ходил в госпитале по палатам вместе с Настей Макеевой. Вот они что-то исполняли для них, что-то рассказывали, поддерживали ребят. В общем, то есть он ездит. Но дети… Я не уверена, что сейчас вот это будет правильно. Все-таки детская душа еще не окрепшая, и мне кажется, придет как бы всему свое время, и наш коллектив обязательно здесь будет, обязательно будет. А наша выпускница, выпускница нашей школы гардемаринов, актриса уже, она теперь работает в Мариупольском драмтеатре. Так что наши ученики здесь уже есть. А вот помимо гуманитарной помощи, которую оказываете вы, вот как сами считаете, насколько для солдат это будет важно, чтобы вот перед ними выступили, прочитали стихи, спели песни? Ну, я думаю, что любая такая поддержка, эмоциональная поддержка, что могут дать как раз музыканты, артисты, она важна, она греет душу не только солдат, любого человека. И они, главное, что они знают, что там не только простые мы люди, да, рядом с ними помогаем, ездим к ним, но что и творческие люди, и те же самые звезды, которые, так сказать, на эстрадных сценах, да в кино, они тоже болеют душой и сердце вместе с ними, и к ним приезжают. Я думаю, что это важно. Но если это искренне, если это по-честному, то, безусловно, это важно. И в заключение, может быть, в целом подвели бы итоги, обратились бы к людям, которые нас будут смотреть. Может быть, есть что сказать? Ну, что сказать? К матерям. Все будет хорошо. Вместе мы сила, победа будет за нами. Нужно верить в наших воинов, нужно их поддерживать. И словом, и делом. И Господь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!